Нам подробно рассказывали, что не надо выделять своих детей. И вот нам подробно рассказывали, что если вы хотите, чтобы ваши дети смогли быть настоящими людьми, попытайтесь их по-настоящему любить. Потому что только любовь к ребенку с детства закладывает в нем основы того человека, который сможет устоять перед соблазнами, перед страстями, перед завистью, перед коростью и так далее. И это, конечно, абсолютно замечательный совет всем родителям. Добрый вечер. Сегодня у нас очередная глава и очередной детектив. То есть уже от романтики мы переходим практически к истории преступления. Причем преступление, которое в еврейском ментальности, еврейской истории оставило глубокий психологический след. Мы сегодня об этом будем говорить. И начнем с того, пожалуй, что почитаем собственно описание этого преступления. Это глава 37 стих 18 сегодняшней главы Ваишеф. Он находится в ваших переводах из комментария Раши на 672 странице. Я почитаю по нашему литературному переводу. Они приметили его издали, и пока он приближался к ним, замыслили его убить. Вот он идет, этот сновидец, сказали они друг другу. Давайте же пойдем, убьем его, бросим в яму, и скажем, хищный зверь сожрал его. Посмотрим, сбудутся ли его сны. Рувен, услышав это, решил спасти его. Не будем его убивать, сказал он. Не проливайтесь крови, бросьте его лучше вон в ту яму посреди пустыни, но не поднимайте на него руку, сказал им Рувен, чтобы спасти Йосефа от них и вернуть его к отцу. Когда Йосеф приблизился к братьям, они сорвали с Йосефа его рубаху, разноцветную рубаху, что была на нем, схватили его и бросили в яму. Яма была пуста, воды в ней не было. Мы описываем знаменитую историю о том, как братья Йосефа, братья любимого сына Иакова, 10 из 12 патриархов задумали убить Йосефа. И это само по себе чудовищно. Брата убийства, брата убийства в данном случае в прямом смысле этого слова. И заступник Рувен максимум, что смог сделать, это договориться, чтобы его не убивали, а бросили в пустынную яму. И Тора специально нам говорит, что воды там нет. То есть, в общем, надежды на выживание-то в яме в пустыне тоже немного. То есть, он совершает отложенную казнь. И прямой текст Торы как бы не оставляет нам выбора. Братья решили убить Йосефа. И когда я говорил о ментальности, о ментальной травме этой истории, то я хочу напомнить, что одна из самых грустных, как минимум, а если подобрать более четкие слова, страшных мест в еврейской литургии, это описание в молитве Йом-Кипура, как убивали десятерых мудрецов Израиля. Они называются Асара Ругей Малхут. Десятеро убиенных царством. И начинается это все с того, что римский кесарь вызывает раввинов и спрашивает, как поступить с человеком, если поступить с людьми, которые убивают другого человека. И они говорят, в Торе написано, казнь над ним да будет совершена. И он, собственно, тогда говорит, так как у меня нет передо мной десять ваших предков, патриархов, убийц, то я возьму десять лучших из мудрецов Израиля и убью их самым страшным образом. И дальше идет подробнейший физиологический достоверное описание казни десяти мудрецов Израиля. Аналогия очевидна. Десять мудрецов Израиля за десять братьев, задумавших и свершивших такое страшное преступление. То есть в еврейской ментальности осталась эта история, которую мы сейчас прочли, этот заговор с несколькими, но ужасными вариантами в качестве вот такой кровавой вещи, которая и аукнется, и аукнулась, и вообще кажется абсолютно неоправдываемым. То есть оправдать их невозможно. Однако, когда мы сегодня начнем вчитываться в этот текст и читать мидраши, связанные с этим текстом, мы увидим не просто не столь однозначную картину, как принято говорить, не все так однозначно. Однозначного в Торе вообще нет. А увидим совершенно удивительный консенсус почти в противоположной оценке всего произошедшего. Но для начала я хочу вернуться к тому, что мы только что читали, и напомнить, чем собственно закончилось это преступление. С Йосефа сорвали разноцветную рубаху. Эта разноцветная рубаха – это важнейший артефакт, связанный с Йосефом в нашей истории. И бросили его, как объясняют и Раш и другие комментаторы, голым в яму, потому что эта рубаха, она единственная одежда на нем. Так это объясняется этимологически и так далее. Но эта рубаха, конечно, возникает не случайно. Этот вытащенный красный флаг, он возник не случайно. Откуда мы знаем, что не случайно? Открываем самое начало нашей главы. Вы можете не обязательно у себя следить, но там написано примерно следующее. И наш литературный перевод настолько литературен, что я, пожалуй, на этот раз от него откажусь. И буду читать более близкий к оригиналу текст, потому что он рассказывает о собственно тех вещах, о которых мы сегодня будем рассуждать, именно в таком переводе. Вот порождение Якова, Йосеф, 17 лет, пас со своими братьями мелкий скот. А он подросток, сыновьями Бильги и сыновьями Зильпы, жен его отца. Ну, правильнее вспомнить, что они наложницы. Они называются женами, но это наложницы его отца. 661 страница. И доносил Йосеф плохие порочащие их в вести отцу. А Израиль, Израиль это переименованный Яков, отец этих самых сыновей, которых мы сегодня рассуждаем, любил Йосефа больше, чем всех своих сыновей. Потому что тот сын его старости. И тоже не вполне переводная метафора, не вполне переводимая даже метафора. И переведенная, и переводимая. Бензкунин – это не просто сын старости. Это последний, часто единственный сын, родившийся в старости. То есть тот сын, который долгожданный с одной стороны, а с другой стороны, после которого ничего больше нет. То есть это вот единственный колосок, который оставляет надежду на будущее. И он сделал ему одежду из тонкой ткани, вот эту самую разноцветную рубашку. И увидели братья, что отец любит его больше, чем всех братьев. И они возненавидели его, и не могли с ним мирно говорить. И так я, как вы понимаете, не напрасно сначала прочитал развязку, сам акт преступления. А только потом подводящий к нему сюжет, потому что без контекста, как уже не раз было сказано, никакой текст читать нельзя. А тем более текст писания. А тем более текст писания, который забрасывает огромное количество якорей. У нас должно по прочтению этого текста возникнуть много вопросов. Вопросов к Иосифу, вопросов к Якову, а не только вопросов к братьям. Хотя весь этот текст располагается примерно на одной странице. В нашем богато украшенном комментарии Мираж и переводе, конечно, это несколько страниц. Но в тексте свитки, скажем, или в тексте без комментариев, это все уложится в одной странице. Тора очень лаконично. Мы, тем не менее, видим сразу несколько важнейших мотивов. И эти мотивы, каждый из них невероятно важен. И каким образом они важны, и какие выводы из этих мотивов делает устная традиция, точнее, традиция Талмуда, предшествующая традиция Мидраша, мы сегодня поговорим. Итак, Мидраш. И сделал ему разноцветную одежду. То есть вы понимаете, что разноцветная одежда – это символ, это важнейший фактор во всей этой истории. Это отличительный знак Иосифа. То есть Яков выделил Иосифа этой одеждой из всех братьев. И именно из-за этого братья его возненавидели написано в Торе. Из-за этого выделения. С одной стороны. А с другой стороны, это то, собственно, что является квинтэссенцией преступления. Сорвали с него разноцветную одежду. То есть мы могли бы сказать, что бросили его голым в яму. И отсутствие воды в яме, и его нагота – это отсутствие возможности выжить. И так нам было бы все это понятно и очевидно. Однако эта разноцветная одежда появляется с самого начала в качестве причины, в качестве повода, причины для начинающихся отношений между братьями Иосифом, которые закончились, или закончились вот этим преступлением в середине их отношений, которые дальше будут продолжаться. Но еще до этого написано то, о чем я говорил. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости. Бен Зкуним. Сын старости, еще раз, это такая формула, которая указывает на долгожданность ребенка, на его фактор, единственные опоры в старости. Вот есть старость и есть этот сын. Зкуним. Слово Зкуним называется старостью. Однако, что нам должно очень сильно мешать в этой формуле? Каким образом он последний сын? Мы ведь знаем, что у Якова после этого родился еще Беньямин, следующий сын. То есть буквально сын старости не проходит, или по крайней мере сомнителен. Он не единственный сын. Поэтому мы почитаем несколько Мидраши, связанных именно с этим выражением, которое не получается объяснить простым смыслом. Еще раз напомню правило. Мидраж, можем мы это проследить или не можем это проследить в силу утерянности логических связей. Это всегда следствие какой-то недосказанности в Торе, какой-то инверсии в Торе. Употребление редкого слова в Торе. Употребление слова, которое означает здесь не то, что должно означать. Это всегда взывает к Мидрашу. Настолько, что одно из объяснений самого понятия Мидраш, Мидраш – это комментарий, то есть проповедь, Драш или Дрожь, рассуждение – это одно из объяснений этого названия. Это то, что стих, то есть предложение истории, кричит Даршуни, кричит, объясни меня. Не проходи мимо, читатель. Остановись, ты увидел что-то, что должно у тебя вызвать вопрос. Задай его. Потому что именно для того, чтобы у тебя эти вопросы возникли, это здесь так написано. Потому что поняв вопрос, то есть получив вопрос, поставив вопрос, имея интеллектуальную смелость задать его. Ты дальше потянешь за логические нити и, возможно, восстановишь сюжет, который в этой инверсии заложен. Не в открытом тексте Торы, лаконичном, утилитарном, а в этом символизме, в этом символическом тексте. Итак, Бен Скуним – сын старости, который не соответствует это выражение, соответствующее обычному употреблению этого выражения в качестве описания единственного сына, родившегося в старости. Скуним. Раби Игуда сказал, что тут имеется в виду, ибо сиянием лика был тот подобен ему. Сиянием лика, ну, не так красиво, скажем, с светлостью лица. Переведем на нормальный язык, не пафосный. Вот у Якова было какое-то особое лицо, знаете, светлое лицо. Светлое не в смысле цвета кожи, а лицо святого человека, не светлого человека, не черного человека. И вот у Йосифа было такое же лицо. Что это? Каким образом это следует из нашего стиха? Ведь Медраж не добавляет, Медраж разъясняет. Бен Скуним. Дело в том, что сияние лика – это Зив и Куним. На иврите свет облика, свет лица. То есть они, он, раби Игуда, не находя простого смысла. То есть простой смысл невозможен. Он не единственный сын. После него был еще один сын – Мениамин. Он говорит, это слово зашифровано, это слово – шифр. И для того, чтобы ты знал, что это шифр и не прошел мимо, оно в простом смысле неупотребимо. С ним согласен раби Нехеми. Он тоже считает в Медраше, что это не так, что он не единственный сын, и не это имеется в виду. И действительно, Зив и Куним. И говорит вот что. Ибо все законы, переданные Якову, Шемом и Эвером, тот передал Йосифу. Что он говорит, почему Йосифа Яков особенно любит? Потому что он ему передал все законы. Что это значит? Каким образом это следует из простого смысла? Законы передал от кого? От зкиним. Закен на иврите – это почти как в русском. Старец – это не только возраст. И уж точно старика любого старца мы не назовем. Старец – это аксакал, это мудрый, это мудрец в первую очередь. И если мы говорим о пятилетнем ребенке «маленький старичок», то это мы говорим о ребенке, который проявляет какие-то недюжие психологические и интеллектуальные способности, не свойственные его возрасту. То есть, скиним – это символ мудрости. И так, оба этих мудреца говорят, тут прямой смысл невозможен. Прямой смысл, говорящий о том, что это сын старости, здесь невозможно. Надо сказать, что они не единственные, кто так думает. Онкилос, выдающийся переводчик Торы на арамейский язык, чей перевод обязательно теперь сопровождается этим переводом традиционное издание Пятикнижия. Он пишет, он переводит, его перевод, как я напомню, всегда толковый перевод, знаете, как толковая Библия, есть такое понятие. Это толкование. Он не переводит слово как таковое, а переводит смысл, иногда добавляя какую-то медрошистскую окраску, иногда еще что-то. Вот он переводит, что этот сын был мудрым. Хахам. Он был мудрым. То есть Бенз Куним – это вот тот самый ребенок-старичок. Он был самым умным из детей. И нам становится немножко понятнее, за что же Яков его все-таки любил. Надо сказать, что онкилос в этом смысле – это гиря. Это огромная традиция, потому что в еврейской традиции считается, что онкилос в своем переводе советовался с мудрецами своего времени, а это, на секундочку, мудрецы Мишны. То есть, в общем, самые авторитетные из толкователей Торы всех времен и уж, конечно, всех народов. Вот, соответственно, мудрый. Мудрый Йосиф. Хорошо. Поняли. Итак, мы видим картину немножко более нюансированную. То есть, то, что Яков любит Йосифа больше всех сыновей, это написано напрямую в тексте Торы. Мы поняли более-менее, почему он его любит. То есть, вы вправе выбрать то ли потому, что он ему наследует, то есть, он видит в нем свое продолжение. Зив и кунин. И кунин, кстати, вам очень знакомое слово. Вы знаете слово и кунин? Еще раз. Зив и кунин – это свет лика. А что за слово вы знаете в русском языке? Назовем его так. Икона. Потому что этот перевод из греческого. И вот это отношение к словам в Торе, что они могут относиться к греческим или персидским корням. Это очень распространенный образ толкования Торы. Почему? Анахронизм чистой воды? Нет. Дело в том, что, об этом, наверное, тоже уже говорили не один раз, мудрецы Мишны очевидно считали, и это иногда написано напрямую, но этой связи мы не видим, но она очевидно прослеживается, что существовал когда-то единый пра-язык. И этот пра-язык был, конечно, древнееврейский. То, что мы называем ивритом. Язык Библии, язык Торы. Но что в процессе бытования этого языка, еврейского языка, он менялся. Менялся неоднократно. Мы выделяем Мишнаитский иврит, иврит Мишны, Танохический иврит, иврит пророков, библейский иврит, то есть, правильнее сказать, иврит пятикнижия, это важнейшая текстологическая работа выделить тот или иной уровень языка. То есть язык менялся. Что такое менялся? Значит, что он что-то приобретал, а что-то терял. А когда вы, руководствуясь теорией, в 18 веке считавшись критиками безумной, а в 20-е ставшись невероятно модной в лингвистике о существовании пра-языка, то дальше вам легко считать, что вот в древнегреческом сохранилось слово икунин, которое вот же в Библии и в Торе присутствует в таком виде, то есть он был его подобием. И бензкуним, то есть куним это двойное слово, сложное слово, зив и кунин, и кунин еврейское слово. Поехали дальше. Древние греки отдыхают. Бензкуним. Бензкуним сын старости. Сын старости не получается, потому что эта метафора всегда касается только единственного, как правило, касается единственного сына и так далее. Мудрец предлагает в Медраше объяснение. В данном случае зкуним, это не зкуним, а зив и кунин. Это слово образовано из двух слов. То, что одно из этих слов, зив, еврейское, луч, свет, а и кунин, совсем не еврейское. Икона, она, конечно, во времена, когда Медраш составлялся, не была таким нееврейским словом, настолько нееврейским. Но, тем не менее, еврейским не было, потому что оно было греческим. Это был древнегреческое слово. Его абсолютно не смущает. Не смущает, потому что вот же прекрасно уложится, значит, это оно и есть. А то, что его нет сейчас в еврейском языке, а оно есть в древнегреческом, это нам абсолютно не мешает. Потому что... Как вы перевели и кунин? Лицо, лик. Итак, мы выяснили вот такой метод толкования, за что именно Йосеф полюбился так Якову. И мы будем об этом сегодня еще несколько раз говорить. Но пока посмотрим, отвлечемся немножко. Я вам обещал нюансирование в Медраше. Значит, это нюансирование, оно начинается с контекста начала главы. И сделал ему разноцветную одежду. То есть мы сказали, что Йосеф любил его больше своих всех братьев. А дальше написано, что он сделал ему разноцветную одежду. На сделал ему разноцветную одежду, останавливается Реш Лакиш, дающийся мудрец Мишны, и говорит, «Человек не должен быть пристрастен к кому-то из сыновей своих, ибо из-за разноцветной рубашки, которую сделал Яков Йосефу, возненавидели его братья». То есть мы прочли с самого начала однозначное преступление против практически невинного человека. Реш Лакиш уже на разноцветной рубахе ломается у него вся эта теория безобидности поведения Якова. То есть он, в общем, обвиняет косвенно во всем произошедшем Якова. Говорит, человеку не следует так себя вести со своими сыновьями, как с Яковом. Не надо никого выделять. Не надо откровенно объявлять кого-то любимым, особенно нарушая законы первородства и так далее. Потому что все плохо заканчивается. Плохо заканчивается, вот для этого нам эта история пришла. То есть картина, как у нас уже часто бывает, меняется почти в противоположную сторону. Теперь вернемся к Йосефу. Написано «Йосеф – подросток 17 лет». И нам сегодня это кажется вполне логичным. Подросток 17 лет. Кто же еще подросток? Как говорят на иврите, «Срим метупашим» кажется это называется. Не «Срим», но в общем, что такое. Типешесре. Конечно. Все, что заканчивается на 10, 18, 19, 17 – это вот такой глупый возраст. Для возраста Библии это совсем не так. Для возраста Библии 17-летний человек – это, в общем, человек практически взрослый. И мы видим массу людей, которые в этом возрасте уже достигают больших высот. Поэтому Медраж говорит, ему 17 лет, а ты, говоришь, был подростком? То есть какой же подросток 17 лет? Нет. Что имеется в виду, говорит Медраж? Он поступал подобно мальчишке, глупому подростку, поводил глазами, то есть он делал всякие красивые движения, ему хотелось хорошо выглядеть. Укладывал волосы, притоптывал пятой, 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 в общем, ногой, ножкой топал. То есть вел себя таким капризным мальчиком, который хочет быть красавчиком, который хочет всем нравиться и так далее. Надо сказать, что вот это его описание, что он укладывает себе прическу и следит за собой, оно нам еще оукнется. Мы еще его вспомним. Запомните его уже сейчас. Дальше. Медраж трактует «Доводил Йосиф худые слухи о них». Мы слышим, слышали историю, что у Якова были сыновья. Эти сыновья делились на неравные кланы. Были сыновья Леи, были сыновья наложниц, наложниц Леи, наложниц Рахели. И понятно, что у них у всех был разный статус, он там ходил к одним, к другим. И доводил о них худые слухи. Раби Мейер эти слухи подробно до нас донес. И это стало в общем традиционным комментарием. Что именно он о них такое говорил? Что значит дурные слухи? «Твои сыновья подозреваются в поедании части живого животного». Раби Иуда сказал о другом слухе, что он говорил. «Они презирают сыновья и рабынь». То есть, что дурные слухи, он говорил о сыновьях Леи, рассказывал о сыновьях Леи. И рассказывал, что они презирают сыновей рабынь и называют их рабами. Раби Шимон сказал, возводят они глаза на дочерей этой земли. Такое красивое выражение, не должно вас вводить в заблуждение. Речь идет о банальном разврате. Раби Иуда, сын Раби Симона, сказал обо всех трех прегрешениях, говорил Йосиф. Он не согласился с предыдущими мудрецами, который считал, что только одну напрасленную или не напрасленную. Но дурные слухи он доводил до своего отца. А говорит, что сын рассказал, что он все это говорил. Вы слышите голос этой неудерной фантазии мудрецов? Какие-то там истории про то, что кого-то называли рабами, какой-то разврат. Где это все в Торе написано? И мы подходим к очень важному моменту. Я зачитаю продолжение этого мудрца, а потом объясню, почему это так важно. Почему так важно разъяснение этого мудрца. Сказал Господь, святой благословен он. Ты сказал, то есть сказал Йосифу Господь. Ты сказал, подозреваются они в поедании части живого животного? Жизнью твоей клянусь, что даже в час падения будут они забивать скот. То есть не есть часть животного, что запрещено категорически, часть живого животного. А будут делать кошерный забой. Потому что сказанно в Бершит зарезали козленка. То есть даже когда им особенно было тяжело, когда они делают страшное преступление, совершают. Что это за страшное преступление? Это вот эта самая казнь, отложенная казнь Йосифа. Для того, чтобы перед отцом оправдаться, они зарезали козленка. Кровью этого козленка измазали эту самую разноцветную злополучную рубашку. Чтобы сказать, или чтобы Яков пришел к выводу, что и он к этому выводу, как мы слышим, кажется, пришел. Что Йосифа загрызло дикое животное. Но они забили этого животного, а не как ты говоришь. Они не тоже его ткнули и в его живого выжимали кровь. Нет. Ты станешь следом того, что они этого не будут делать. Ты сказал, они презирают все сыновей рабынь и называют их рабами. За это ты тоже получишь. В рабы продан был Йосиф. То есть за этот слух, за эту клевету о обвинении, оскорблении рабами других сыновей Якова, когда одни сыновей Якова называли других якобы рабами, ты будешь рабом. Ты сказал, поднимают они глаза на дочерей этой земли, я натравлю на тебя медведицу. Жена господина его возвела взоры свои. То есть ты их обвинил в том, что они заглядываются на местных девушек, ты пойдешь жертвой харассмента, на тебя нападет местная девушка. И это плохо на тебя отзовется. Я тут не могу не похвастаться переводческой находкой собственной, когда-тошней. Дело в том, что вот эта медведица, она возникла просто как символ дикого животного в Танахе. А Яков, как мы помним, говорит какой-то непонятный загрыз дикий зверь. Когда он увидел кровь на козленке, он воскликнул, пропал Йосеф, загрыз его дикий зверь. На иврите это хаяра, хаяра, хайро, дикое животное. Однако Раша приводит замечательный медраж, что когда Яков провозгласил это, он, сам того не зная, пророчествовал. То есть он сказал, пропал Йосеф, это правда. А потом сказал о каком-то диком звере. Это он имел в виду жену Патифара, которая его подведет под монастырь, за который его бросят в тюрьму. Но дикий зверь о жене Патифара, что-то тут с литературой плохо складывается. И я, когда редактировал один из переводов вот этих, где Раша это объясняет, придумал замечательный совершенно. Хая это не зверь, хая это тварь, например. Я написал, дикая тварь загрызла Йосефа. А дикая тварь к дочери Патифара, к жене Патифара, подходит как нельзя лучше. Простите, комментатор считает, что все это было клевета, что он не просто... Не просто клевета. Это было в любом случае, как мы об этом не раз говорили, это в любом случае было злословие. Дальше мы не будем углубляться. Комментаторы считали, что он неправильно понимал многое. То есть когда ему казалось, что они что-то делали, на самом деле другое, он предпочитал считать худшее. И так или иначе виновен в распространении компрометирующей информации. И за каждый из этих пунктов он понес свое наказание. Дальше еще лучше. Дальше Медраж говорит следующее. И сделал ему разноцветную одежду. Комментирует это самое место про разноцветную пассим. Слово пассим на еврите это разноцветная одежда. И он говорит так. Почему она называется пассим? Потому что они бросали жребий. Гепису. Почему называется? Другое мнение, почему они называются? Они бросали к жребий. Кто отнесет эту одежду к отцу? Всем страшно было. И выпало на Иуду. И именно Иуда рассказал о пропаже любимого сына. Но дальше комментатор, дальше Медраж идет еще дальше. Еще больше. Разноцветную, говорит он пассим, это из-за бед, которые постигли его. Пей, дальше каждая из букв этого слова воспринимается как первая буква его бедствия. Пей, это как и трудно догадаться, патифар. Самых, буква самых, это купцы. Сохрим, которые его, собственно, увезли в Египет. Юд, что такое юд? Это ишмейлим, и смолетяне, так как эти купцы были ишмолетянами, как написано. А мем, там же в послуге, в Торе написано медьянские, медьянитяне. То есть, вот в этой собственноручно сшитой отцом для Йосифа рубашке были заложены все его будущие беды. Итак, что мы видим? Мы видим, что комментарий за комментарием. Медраж не то, что не обвиняет в страшном преступлении исключительно братьев, а находит причины этого преступления в поступках Якова и в поступках Йосифа. Яков, выделивший своего сына таким еще унизительным для них образом, отдав ему какую-то особую, поживлению, особую одежду, первосвященническую, как говорит один из медрашей. Йосиф, рассказывая о них разные плохие вещи, и вообще, возносясь, еще и какой-то капризный мальчишка, видите ли, следит за своими волосами, бриолинит их, что он там еще делает, не знаем. Итак, в результате мы получаем не просто нюансированную картину, а картину совершенно новую. Теперь, когда мы говорим о причинах любви, когда мы говорили о причинах любви Якова к Йосифу, особых причинах любви, сказал Раби Шмуилбар Нахман, комментируя первый стих этой главы. Вот порождение Якова Йосиф. Почему начинается с Йосифа? Кто первый сын у Якова? Рувен. По порядку, надо начинать с Рувена. Разве не должно было сказать в Писании, вот порождение Якова Рувен? И дальше он говорит, что Йосиф это копия, вот этот Зиф и Кумин, то, что он лицом на него похож, не только лицом, он вообще на него очень сильно похож. И он приводит целый ряд схожестей Якова с Йосифом, Йосифа с Яковом, на которых мы не будем останавливаться, а просто прочтем их. Яков родился обрезанным, Йосиф родился обрезанным. У того мать была бесплодной, и у этого мать была бесплодной. То есть мы помним, что для того, чтобы Яков родился, нужны были целые-целые чудеса. 20 лет не было детей у Ицхака. Как у матери того были трудные роды, мы читали, что она там мучается с этой двойней, которая тащит ее в разные стороны, так и у матери этого были трудные роды. Как у того мать родила двоих, так и у этого мать родила двоих. Потому что мать Йосифа Рахель, мать двоих колен Израиля, двоих сыновей, Йосифа и Бенемина. Как того ненавидел брат, так и этого ненавидели братья. Как того брат хотел убить, так и этого брата хотели убить. Тот пастух и этот пастух, этого обвиняли и того обвиняли, того обокрали дважды, а этого украли дважды. Один раз в этой истории, которую мы сейчас читаем, когда бросили в эту яму, вывезли в Египет. То есть два раза он был украден по дороге в Египет, как говорит Медраж. Тот женился за пределами, тот ушел за пределы земли Израиля, этот ушел за пределы земли Израиля, тот женился за пределами земли Израиля, и этот женился за пределами земли Израиля. Того сопровождали ангелы, и этого сопровождали ангелы. Это трактовки снов Якова и Иосифа. Тот породил детей за пределами земли Израиля. И этот породил детей за пределами земли Израиля. Тот возвысился посредством сновидения. Мы помним знаменитую лестницу Якова. Это то, что его сделало, собственно, пророком. И этот возвысился посредством сновидения. Мы помним, что он был освобожден из тюрьмы. и в результате стал чуть ли не главным визирем у фараона, благодаря тому, что растолковал его сны. Ради того был благословен дом тестя. И ради этого был благословен дом тестя. Тесть, согласно Медрашу, тесть Йосефа – это Патифар тот самый. Впоследствии он стал его тестем и стал очень богатым человеком. Тот сошел в Египет, наконец. Этот сошел в Египет. Тот победил голод, и этот победил голод. Тот заклял Йосефа перед смертью, и этот заклял своих братьев перед смертью. Тот заповедал похоронить себя в земле Израиля, этот заповедал. Тот умер в Египте, этот умер в Египте. Тот был забальзамирован, этот был забальзамирован. Останки того принесли в землю Израиля, и останки этого принесли в землю Израиля. Действительно, биография крайне схожая. Почему-то не говорится о том, что и тот, и этот были в общем в плену, Потому что Яков попал в ловушку Лавана, Йосеф попал в тюрьму из-за козни Патифара, жены Патифара и так далее. Но так или иначе смысл понятен. Смысл заключается в том, что и Яков, и Йосеф повторяли разные вехи в своей жизни одинаково. Почитаем несколько комментариев, которые вводят дополнительные стороны в качестве ответов на вопросы, которые мы задавали. Хескуни, о котором мы уже не раз говорили, замечательный комментатор, пишет, как это, они все останавливаются на этом вопросе, почему он называется вот этим самым бенскуним. Не всех устраивает этот медраж с древнегреческим словом, не всех устраивают все по этому поводу рассуждения. И Хескуни объясняет проще. Он говорит так, не любил Яков Беньямина так всем сердцем, как Йосеф. Почему? Потому что родами его, когда его рожала, умерла мать его, Рахель, любимая жена и любимая женщина в жизни Якова. И это легло тенью на его отношение к сыну, который стал невольным убийцам матери. Так считает Хескуни. Абарбанель, помните Абарбанель, это тот самый министр финансов у Изабеллы и Фердинанда, который бежал, осел в Венеции и полюбил республику. Мы о нем много говорили. Замечательный комментатор Торы, сейчас мы готовим его комментарии на русском языке. Он говорил так, он любил Йосефа. Нет, говорит он, не из-за схожести. Причем он почему-то пишет, как у животных. То есть, что это какая-то странная, по его мнению, видимо. То, что он имеет в виду, какая-то странная любовь. Ты на меня похож, поэтому я тебя буду любить. Нет, он любил его из-за его интеллекта, из-за его разума. И то, что мы читаем, что он прихорашивался и вел себя как мальчишка, так он себя вел с другими своими братьями. Когда он общался с отцом, он превращался в гасмейстера, превращался в партнера по ученой беседе, равного ему интеллектуальными познаниями, интеллектуальными способностями человека. И если со своими братьями он себя вел как мальчишка, то с отцом он себя вел спокойно, как бенскуним, как старый человек. Вел себя тихо. И поэтому он ему сделал особое одеяние, как полагается мудрецам. Дело в том, что в Талмуде прописаны законы одежды мудреца. Мудрец не имеет права ходить в грязной одежде, в холщевине и так далее, потому что таким образом он компрометирует торуп, компрометирует знания, которые за ним стоят. Поэтому мудреца, в общем, полагается уважать. И одевать его в хорошей одежде. Соответственно, когда Йосиф надевал рубаху отца, он надевал таким образом символ мудрости. Это Барбанель, который устроил нам такую историю про любимого ученика. И она, между прочим, представляется вполне понятной и похожей на ту, которая могла бы быть. Шло, замечательный мудрец, живший в Восточной Европе, Шнейлу Хотабрит, Шло, это название его книги, две сказали завета, звали, фамилия была Горовиц, все Гуревичи, Горовицы, Гурвичи, Горовицы и так далее. Одни его потомки, скорее всего. Он говорит так. Киедо, Киесов нахак, мотка, вот Аф. В Яков, он разбирается со всей этой историей. Почему, в принципе, могло все это случиться с Яковым? Как случилось, посмотрим с этой перспективы, говорит он. Не как случилось, что Йосеф так страшно был наказан, и такая страшная судьба выпала на его долю. Хорошо закончившаяся, но тем не менее страшная и опасная. А как случилось, что Якову было суждено 22 года не в виде своего любимого сына? И Шло говорит так. И это еще раз флажок ровно к той же теме, которую я расставлял флажки в предыдущем комментарии Медраша, когда Медраш говорил о каждом виде клеветы или злословия, которое Йосеф направлял против своих братьев, будущее несчастья Йосефа. Эсав, пишет Шло, вел со своим отцом себя очень уважительно. То есть мы знаем, что Ицхак любил Эсава, среди прочего, потому что тот делал приятные для него вещи. Написано, что он женился на приличной девочке из хорошей семьи для отца и вообще распустился, когда отец умер. Жил с отцом, кормил его. Отец его любил, напомню, из-за похлебки. Охотился ради него. А Яков что? А Яков 22 года. Никакого уважения отцу не оказывал. Он не жил рядом с ним, жил далеко. Аль кен гуцрах за это. Это моя мама, когда я в детстве ей, по ее мнению, грубил. А я-то считаю до сих пор, что это были самые вежливые отношения отца с матерью. Она говорит, ничего, твои дети тебе сделают то же самое. Говорила она. Сегодня был замечательный мем в интернете. Google-переводчик диалога. Мама, я пойду погулять. Мама говорит на французском we, на английском yes и так далее. Иврит. На иврите. Она говорит, куда идешь, сколько времени там будешь, когда вернешься. И с кем ты там будешь? И ничего. Можешь не думать о матери, когда я умру, ты вспомнишь. Это перевод ответа еврейской матери на фразу «я пойду погулять». Так вот, это, собственно, отсюда, то, что моя мама мне обещала, что, конечно, я буду получать от своих детей то, что я даю ей, это отсюда. Что Яков ровно 22 года должен был страдать из-за отсутствия сына рядом. Из-за того, что он в силу тех или иных обстоятельств не был рядом с отцом 22 года. Причем именно от любимого сына. То есть не как-нибудь, а наказан он именно любимым сыном. Это Йосеф Ацадик, праведный Йосеф, которого он оплакивал 22 года. А он в это время был в самом гнусном месте на земле, в Египте, в самом развратном месте на земле. Почему? Потому что написано, в Вицхаке будет тебе названо потомство. То есть потомство, которое Яков и Йосеф, это продолжение одной и той же линии. И Клиикар, еще один комментарий Торы, говорит так. Кибенску ним, сын старости. Что значит сын старости? Имбне билга, аса масэ народ. Он говорит то же самое, что говорит Абарбанель, что с братьями, сыновьями Билги он вел себя как капризный мальчишка, а с отцом себя вел как старик. Или, как сказали наши мудрецы, что все, что он приобретал, он отдавал ему, потому что другие в этом не были заинтересованы. То есть все, что у Якова было рассказать, он мог рассказать только ему. Другие сыновья не хотели эту мудрость, приобретенную Яковом, получать. Это было абсолютно не пользующееся у них успехом товар. А Йосеф был замечательным покупателем этого товара. И, наконец, замечательный комментатор Сфат Эмес, совсем недавний, практически 19 век. Это был хасидский рэбэ, основатель династии Гур, гурской династии хасидов. И он, который до сих пор является очень крупной и влиятельной. Он, несмотря на все это, был выдающимся комментатором Торы. И он говорит так. Вулу наар. Что значит, он был подростком? Что значит, он был отроком таким? Наар у зэша царих тамит и трарут мехадаш. У безакэна хахмаб и квьют. Главное отличие юнца от старика, что юнец не сидит на месте. У него, даже если он приобрел какую-то мудрость, побежал куда-то, он забыл эту мудрость. У него что-то другое его заинтересовало. У него появились другие интересы. Он быстро меняет свое мнение. Мы всегда можем у подростка увидеть, с кем он вчера общался. Какой-то у него новый появляется словарь, новые взгляды. А послезавтра будут другие взгляды, когда он будет в другом окружении. У стариков не так. Я уже не знаю, что тут комплименты для кого. Лучше ли быть подверженным новым знаниям или быть старым, упертым бревном, который ни за что свои взгляды не поменяет. Но это, так сказать, физиологическая особенность. И вот из-за того, что они считали Йосифа таким дурачком, капризной мальчишкой, поэтому дальше, когда он им начинал рассказывать, что он будет ими управлять, ему снились сны, они ему все поклонились и так далее, они были совершенно не готовы. Кто? Вот этот выскочка, который каким-то образом полюбился отцу, они его знали совсем другим. Поэтому в этот момент, общаясь со своими братьями, от этого всего, от этой всей клоунады, действительно в нем появлялись какие-то нехорошие черты. И поэтому он о них плохо говорил. Тот Йосиф, который был при Якове, который общался бы изначально с Яковем, он себе такого не позволял и не мог позволить. Это был другой человек, переродившийся человек. И поэтому написано был «бензкуним ло». Он был сыном старости ему. Что значит ему? Ему – это только ему. Перед другими людьми он выглядел абсолютным дураком. У меня была одна знакомая, которая рассказывала, что ее сын очень плохо учится, и хуже всего ему дается английский. Удивительно, говорит. Он на нем прекрасно разговаривает, он просто не хочет разговаривать с учителями. Или как в том анекдоте, когда ребенок в 6 лет заговорил, все очень сильно переживали, его спросили, и он сказал «суп соленый». Его спросили, а что, что дальше? Раньше не говорил. Говорит, раньше с супом было все хорошо. То есть, вот это поведение Йосифов с братьями и с другими людьми, кроме Якова, действительно создавало двух Йосифов. Это два разных человека. И это, соответственно, продолжает эту традицию, которую вы уже должны были заметить. С одной стороны, вхождение в положение братьев, братьев, что не то, что правильно сделали, что убили, но, или хотели убить, но то, что к этому привело, это соответствующее поведение Йосифа, и в этом трудно даже найти victim blaming, потому что все хорошо закончилось. Это не жертву обменять в том, что она сама виновата, а говорят об обстоятельствах, в которых это могло произойти. И архитекторами этих обстоятельств были эти достойные люди. Яков и Йосиф, которые были друг на друга настолько похожи, что они оба сварили эту кашу, в результате которой оба пострадали. Интересно по этому поводу рассуждение в Талмуде Шаббат, в Вавилонском Талмуде трактата Шаббат, который делает на основании этого вывод. Да не предпочтет человек одного сына другим сыновьям, ибо из-за того, что Яков дал Йосифу на два веса отборной ткани для разноцветной рубашки, то есть на две, немножко больше денег, дороже купил ткань, чем другим сыновьям, позавидовали братья, и обстоятельства сложились так, что в результате сошли про отцы наши в Египет. То есть из-за вот этого странного предпочтения и откровенного, очевидного предпочтения Йосифа, все закончилось так плохо, то есть мы были потом всем народом в страшном рабстве, мальчиков топили в реке и так далее. И это является в общем причиной для разговора, которая нам еще предстоит впереди. Египетское рабство и соответственно вся история Йосифа, без которого египетского рабства бы не было. А это хорошо или плохо? Поскольку египетское рабство, это конечно символ рабства, символ тирании и все остальное, гоу-даун Мозес и рабы в Соединенных Штатах Америки считали себя вот такими же униженными, пели эти спиричелзы. Однако, дорогие читатели, говорит нам, Медраж, Талмуд в разных местах, а если бы евреи не оказались в Египте, получили бы они Тору, выходя из Египта. То есть мы видим некий божественный замысел. И конечно видение, божественного видения в данном случае, божественного замысла пророческим духом или видение, умение во всем увидеть, гамзул и тоф, и это к добру, это общее место для иудаизма. Но наша сегодняшняя история, она среди прочего является абсолютным деконструктором. Она подробно рассматривает, как именно так или иначе все является сыпной реакцией. Что так или иначе архитекторами этих страшных событий стали самые лучшие герои этой книги. Яков и Иосиф, самые главные герои этих глав. И сегодня у нас получается, у нас есть удовольствие почитать несколько отрывков из книги, которую я очень люблю, о которой я много говорил, о ее авторе, и которую мы, к счастью, издали. Это Джеймс Кугель, если вы помните, профессор Гарварда в прошлом, сейчас профессор Баррелана, крупнейший специалист по восстановлению утерянных мидрышей. То есть он восстанавливает логическую цепочку по сохранившимся крупинкам мидрыши в разных культурах, в частности. Скажем, в отвергнутой или забытой еврейской культуре в виде апокрифов. Надо понимать, что какие-нибудь завещания про отцев, очень популярный жанр на стыке тысячелетий в эпохе разрушения храма в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры, это забытый и, соответственно, отвергнутый, но мидраж. То есть это более не менее дает нам возможность услышать, как люди читали в то время этот текст. И иногда мы видим поразительные вещи, мы иногда видим в этих отвергнутых мидражах, а мидраж, как вы уже могли заметить, иногда, как кажется, ходит по кругу, они в разных местах говорят об одном и том же. Так вот, когда у вас есть этот пазл и это же место, но в более полном виде, есть в отвергнутой части мидража, в завещаниях про отцев и так далее, то у вас все вдруг становится на свои места. Но Куголь идет еще дальше. За завещание патриархов. Скажем, в прошлый раз мы говорили о Филоне Александрийском. То есть это не просто отвергнутая часть традиции того времени, а это практически параллельная традиция, потому что Филон Александрийский был родоначальником и патриархом, если можно так сказать, Александрийской школы изучения иудаизма, древнегреческой школы, на древнегреческом языке. В его учении видно огромное влияние не только и не столько скажем, талмудической будущей модели, сколько древнегреческой, древнегреческих взглядов. При этом он оставался кошерным евреем и это совершенно параллельный путь, забытый путь иудаизма, забытая ветвь иудаизма. Не отвергнутая, не запрещенная, а вымершая. Мы не знаем, что было бы, если бы Александрийская школа восторжествовала. Иудаизм бы выглядел совершенно очевидно совсем иначе. Но она сосуществовала в определенном этапе. Так вот, Кугилл написал целую книгу, которая посвящена целиком этой главе. Эта книга называется «В доме Патифара». Мы с вами сегодня остановились и обсуждаем практически исключительно момент до того времени, когда Йосеф оказался в Египте, даже до того, как он был захвачен этими самыми купцами. А дальше впереди драматическая глава. Йосеф попадает в Египет, его продают в дом Патифара. В доме Патифара он очень быстро поднимается до огромных высот, он становится главным по хозяйству всего дома. И дальше начинается ужасная история, в него влюбляется жена Патифара, пытается его соблазнить, он соответственно на ее ухаживание отвечает категорическим отказом, в результате она срывает с него одежду, мы слышали уже про срывание одежды что-то, так же как братья сорвали с него одежду перед тем, как его бросили в яму, так она срывает с него одежду для того, чтобы его бросить в яму, бросить в тюрьму, и говорит, что вот этот еврей, которого ты сюда принес, привел, пытался меня изнасиловать, такое дело Бейлиса античных времен, скорее не дело Бейлиса, а дело очень многих других, например, франков в Соединенных Штатах Америки. И он оказывается в тюрьме, в тюрьме он как мы помним видит сны, то есть занимается своим профессиональным мастерством, уже однажды принесшим ему несчастье, потому что братья на него разозлились из-за этих снов, которые он им пересказывал, теперь эти сны приносят ему избавление, он поднимается и так далее. Все это происходит в той части истории, которую мы сегодня не читали. Так вот, эта книга в доме Патифара, она посвящена Мидрошам, восстановлению утерянных Мидрошей, в различных традициях, потому что Кугель дальше идет еще дальше. Он говорит, не то, что он говорит, это очевидно для любого исследователя, что какие-то осколки еврейской традиции, осколки Мидрошей сохранились через христианство, христианских источников, потому что ранее христианство целиком зиждилось на том же корпусе литературы и, соответственно, ее абсорбировало и перевело, как правило, на древнегреческий, и на древнегреческом литература дошла до нашего времени в разных переводах, и в исламских источниках, источниках околокоранных, потому что и Коран является так или иначе пересказом Библии с точки зрения арабского взгляда, исламского взгляда, неискаженная, испорченная евреями та же самая история. Ну, там все плохо, когда дело касается спорных моментов, там Исхак неожиданно меняется с Ишмаэлем и понятно почему, но, скажем, Юсуф, Иосиф, он для всех вполне достойный персонаж и поэтому о нем огромное количество арабских источников, проводя невероятную работу по разбору лингвистическому, историческому, логическому и так далее. Кубель вычленяет из них те утерянные куски пазла. Покажем, как он это делает, например, в том моменте, о котором мы сегодня так много говорили. Что может быть в таком случае более естественным, чем понимание загадочного утверждения, что Яков любил Иосифа больше остальных, потому что он был сын старости, как указание на особенную разумность ребенка, сына мудрости. Старость в смысле мудрости. Тактор Гумонкилоса, о котором мы говорили, передает наш стих словами «Яков любил Иосифа больше, чем всех сынов своих, потому что он был мудрым сыном ему». Есть уложившаяся традиция настолько, что Онкилос так и переводит. Но рядом есть традиция не уложившаяся. Она доносит этот мотив. Та же традиция скорее всего стоит за расширенным пересказом Филона Александрийского. Филон Александрийский для своих греческих читателей это главная проблема и с Филоном Александрийским и с Иосифом Флавием. Их главные адресаты не евреи. Они пытаются миру представить иудаизм в приличном виде. И поэтому Иосиф Флавий пересказывает историю еврейскую, так, чтобы евреи не выглядели такими дикарями и фанатиками. Религию еврейскую так, чтобы она была римскому обществу понятна. А Филон Александрийский то же самое делает для философского древнегреческого общества. И поэтому в его пересказе Библии скорее всего пересказе древнегреческого языка, скорее всего еврейского языка он не знал. Так считают современные исследователи. Он Коэн был в Иерусалиме «Один раз в жизни». Что вообще не, не возможно себе представить. Глава общины. И вот он пересказывая эту историю, пересказывает ее так. И мы отсекаем вместе с Кугелем все наносное, вычленяем мотив, который нам известен от Тонкилоса, совсем не древнегреческого, не философа из Александрии. И так его отец, видя в нем благородный дух, возраставший быстрее обычного, то есть знакомый философская концепция, вот как отрока надо готовить к взрослению. Надо постараться, чтобы он обошел свой возраст. Если вы знаете, в Москве был такой математик, Пантрягин, да, Пантрягин уже говорил, слепой великий математик, который был совершенно животным антисемитом, то есть на невероятном уровне. Он, в частности, добился того, чтобы многие годы в Московском государственном университете на математических специальностях не было евреев вообще, ни одного. До того, что некоторые из непоступивших, уезжая в Америку, получали философскую премию прямо в первые годы нахождения там, люди, не поступившие в университет. Так вот, когда-то мне довелось видеть его письмо в ЦК КПСС, в котором он разъяснял, почему евреев нельзя брать в университет. И у него была целая теория. Теория-то была в том, что евреи, будучи семитами, то есть восточными людьми, быстрее взрослеют. И когда наш 17-летний мальчик играет с футбол и глупостями, занимается на деревенских посиделках, эти уже взрослые люди, и они уже готовы сидеть и учиться. Поэтому их можно начинать брать, но после армии в 22-23-24 годы, когда наши уже их догонят. То есть, когда наши уже будут взрослыми людьми. Ну, вот Филон Александрийский действительно видел идеал отрока такого, который взрослеет быстрее, чем ему положено времени. И отец это видео уделял ему глубокое внимание и уважение. Так что его любовь к ребенку поздних лет, а ничто не вызывает больше привязанности, нежели это. Он поздний ребенок. Превосходила его любовь к остальным сыновьям. Зайдем еще дальше. Высказывание Артопана. Артопан это вообще практически отец церкви, до церкви. Оно сохранилось у Евсееви Кисарийского. Тоже похоже связано с именно этой медрошистской толковательной традицией. Поскольку он превосходил всех других сыновей Якова мудростью и разумением, братья его сговорились против него. То есть Кугел видит очевидным тем, что в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры это было общее место толкования, что Иосиф был умным мальчиком. Вот это его главное, что выделяло в глазах отца, поэтому он его любил больше всех, он был ему настоящим сыном по его уровню. Но вот что интереснее всего, мы прочли и много об этом говорили, о том, как еврейская традиция подробно разъясняет не то, что Иосиф и Яков сами виноваты, а то, как Иосиф и Яков невольно послужили причинами всего случившегося. Почему это так необходимо еврейской традиции? Почему это следует так подробно объяснять? Ну, кроме того, что, конечно, особенно теперь вооруженные этими мидрошами, читая текстуры, вы увидите, что это видно там, что если вам говорят историю о том, как братья возненавидели Иосифа, предваряя это, тем, что Иосиф был доносчиком, по сути дела, и отец его выделил из всех остальных, то вы, по крайней мере, видите психологический причин, вы понимаете, зачем ему было убивать, за что ему было их ненавидеть, за что им было его ненавидеть. И Талмуд, как мы прочли, назидательно рассказывал нам о том, что не следует так поступать со своим сыном, со своими сыновьями. сегодня в рамках этой традиции, понимаете, всегда возникает вопрос, и этот вопрос возникает всегда в таких толкованиях, им хорошо говорить, а если бы Иосиф был их сыном, то есть, как это так, что значит, они оправдывают, или ищут объяснения, выступают адвокатами этим десяти сыновьям, которые совершили, в общем, ужасный поступок. Но дело в том, что главным в этой идее Тор является не попытка оправдать Иосифа, а не то, что попытка, а логическое вычленение разных мотивов в его будущем, связанном с этим прошлым. То есть, они так или иначе нам всем говорят, и это общее место для всех комментаторов, которых мы сегодня приводили, что человек сам кузнец своего счастья, что человек все равно получает по своим поступкам, что мы должны быть крайне осторожны, потому что не надо никого обвинять. Да, есть инструменты, да, могут быть мерзавцы, подонки или братья, которые тебя возненавидели, но так или иначе, главный, кто стоит за твоими бедами, это ты сам. Поэтому, говорит нам Талмуд, будьте осторожны, не то, что ваши мысли материальные, ваши действия материальные, не делайте таких вещей, которые в результате приведут к таким дурным последствиям. Так случилось, что эта глава, рассуждающая о таких взаимоотношениях, она всегда выходит на один очень важный день в хасидской традиции, сегодняшний день, 19-е кислево. 19-е кислево, который называется аж Новым годом хасидизма, это день, когда основатель движения Хаббат, автор книги, которую мы на прошлой неделе так подробно обсуждали, Торо Ор, и эту каббалистическую всю мысль, всю эту теорию, он был арестован, арестован не потому, что украл булку, не потому, что бросал бомбу губернатора, а по доносу других евреев. Сегодня все, к счастью, документы сохранились, мы знаем имена доносчиков, мы знаем их доносы, мы знаем, чем ему это грозило, а грозило это ему ровно тем, чем грозило Йосифу оставление в этой яме, он должен был сгнить в Петропавловской крепости или быть казненным. В общем, страшная история. 53 дня он провел под следствием, его следствием управлял лично государь-император, сохранились его резолюции на деле, Павел I, и в эти 53 дня рабишный Орузалману надо было объяснить русским властям, что он не французский заговорщик, и что на самом деле он занимается совсем другим, чем именно тем, что он учит людей, как надо служить Творцу, тем, как молитва должна быть не пустым местом, а работой, служением, которое дает человеку самооснову для всего дня, для всей жизни, ну и так далее, и так далее. И чудо, у него получается это объяснить, у него, у человека, который говорит с людьми, которые ничего об этом не знают, скорее всего, к нему предрасположены не лучшим образом, чужой, не знаю, был ли уже тогда обязательно антисемитизм властный, но сомневаюсь, что ксенофобии не было, конечно, она была. Так, кроме всего прочего, водоносчик же его обвинял в самых страшных для русской власти преступлениях, пытался устроить заговор по свержению царя в 1798 году, следуя французским поверьям, французским модам, во Франции в это время, как мы знаем, бушевала революция, франк-масон, и тем не менее, вот он это все объяснил и вышел из тюрьмы, прекрасно, во-первых, непонятно, что тут такого праздничного, ну, вышел и вышел, давно дело было, но замечательно, что он сам, рабешный, урзалман излят, первое послание, одно из первых посланий, которые он послал своим хасидам, это резкое требование не обвинять никого в его несчастьях, ни в коем случае не мстить, не поднимать руку, как он пишет, на другого человека, то есть, в общем, было известно, кто донес, почему донесли, донесли какие-то люди из-за опасения, утери влияния, из-за опасения раскола, то есть, какая разница почему, у тебя есть дети, у тебя есть хасиды, у тебя есть близкие друзья, что они должны хотеть сделать этим людям, они должны преисполниться местью, и вообще-то доносчика можно и убить, ничего страшного, с точки зрения еврейского законодательства, а требует ни в коем случае, а эти люди никоим образом в этом не виноваты, ни они меня судили, судил меня Господь Бог, говорит он, за что судил, за то, что был некий высший донос, потому как я приоткрыл тайны Торы больше, чем было положено, и соответственно, когда 53 дня для него, это было символическое, было символическое число, 53 главы Торы, 53 главы в Тане, когда после 53 дней российский император начертал, что он не видит никакой смуты и дозволяет дальше существовать этому учению, Альтребы понял, что это высший император, царь царей, вынес ему приговор, можно и должен, и в хасидизме есть целое понятие после Петербурга, после Петербурга он стал выступать и распространять свои учения в гораздо большем объеме и так далее, восприняв это как разрешение небес, как волю небес на то, что это может, вот это отношение к самому себе, не к какому-то другому человеку, не к каким-то братьям Йосефа, которые жили и существуют в нашем понимании в древней античности, а к себе, к ясным врагам, вот они, таким образом, что их не замечать и считать, что ты архитектор своих несчастья, что это из-за твоих действий это произошло, и ты был потом оправдан, и поэтому эти действия можно продолжать, но искать надо в себе, оно возможно только в вере, которая основывается на таком однозначном подходе, который, как мы видим, был однозначен для всех, все искали почему именно, но в завершении, поскольку мы говорим о воспитании детей и сегодня Талмуд явил нам несколько чудес морализаторства по поводу того, что не надо выделять детей и так далее и тому подобное, и знаете, первые претензии, которые возникают у новых репатриантов в Израиле или у эмигрантов в какую-нибудь Америку, это что дети такие распущенные, ноги кладут куда хотят, с учителями на ты, там нет вы, но какая разница, называют их по имени и вообще спорят. Действительно, одним из основных отличительных, одной из основных отличительных черт израильской молодежи является, конечно, хуцпа. Это довольно наглая, дерзкая молодежь. Йосефы. Вот Йосеф, который прихорашивается и дерзко разговаривает со старшими братьями, это вот такой образ. Ничего мы не научились, кажется, да. Но я вам говорил о том, что в нашей главе раскидано огромное количество знаков, которые мы потом вытягиваем. Рубаху мы вытягиваем, животное вытягиваем и так далее. Вот точно так же в этой страшной истории про попытку совращения Йосефа женой Патифара есть потрясающий совершенно медраж. Дело в том, что и там написано до этого второй раз той же фразой Йосеф красив станом и красив лицом, из-за чего некоторые считают, что это полностью повторяет фразу Арахели. Стало быть, он еще был похож как раз на Арахель и поэтому так его любил отец, потому что Арахель была его любимой женщиной. Но повторяется перед этой историей опять та же вещь. Он прихорашивается, он там следит за своей прической. Это такой образ. Йосеф ухоженный юноша, он за собой следит. Что в свою очередь медражу оставляет возможность считать, что не так-то жене Патифара надо было его соблазнять. что в этом в общем видимо была какая-то обоюдная, было некое обоюдное желание. И вот как замечательно описывается это в Соте, в Вавилонском Талмуде, в трактате Сота. Раби Йоханнон сказал, это страница 36 в Соте, в Лист Б, если кто-то захочет посмотреть, пусть посмотрит. Раби Йоханнон сказал, этот стих, он толкует стих, случилась вся эта история с этим харассментом Миту, в один из таких дней, что он вошел в дом делать дело свое. То есть Йосеф в доме Патифара постоянно занимался хозяйственными делами. Вот он пришел на работу. Раби Йоханнон сказал, оба они намеревались согрешить. Вошел в дом делать дело свое. То есть в этом дело свое видно у них была какая-то договоренность встретиться. Спорили Раф и Шмуйл. Один говорит, это значит и впрямь делать свою работу, а другой говорит, что значит удовлетворять свои желания. Он вошел, дальше написано, никого из домашних людей там в доме не было. Возможно ли бы, чтобы в таком большом доме, как дом этого злодея Патифара, вовсе никого не было. Мы говорим о доме с обслугой, с всякими сановниками. Как-то никого не было. Учили в школе Раби Ишмаэля. В тот день был у египтян праздник. Пошли они в свой храм, но она сказала им, жена Патифара, что заболела. Тут начинается абсолютная графиня до Монсаро. То есть, есть некая знатная дама, которая своему любовнику назначает рандеву, встречу, воспользоваться моментом, когда все там на коронации, на карнавале, не знаю на чем. В общем, мотив нам известный из романтической литературы. Сказала она, нет у меня другого такого дня, чтобы ублажить себя с Иосифом. Она схватила его за одежду. То есть, в общем, такая страстная сцена. И дальше говорит Медраж, говорит Талмуд. В этот момент образ его отца, как называется образ его отца? Ну, вы все помните это слово. Ну, икона, конечно. Икунин, Зиф Икунин, опять вылазит тот самый, взял и явился ему в окне, сказал ему, Иосиф, предуготовано братьям твоим, что будет имя их написано на нагруднике первосвященника. И твое среди них. Помните это самое фантастическое украшение храмового иудаизма? Хошин Мишпат. Камни первосвященника, которые были способом пророчества. Каждый из них загорался, у него были какие-то кодовые ответы и так далее. И если ты сейчас совершишь это, то твоего имени там не будет. Хочешь ли ты, чтобы оно было стерто, а ты был бы прозван другом блудниц, другом блудниц. Как сказано, кто дружит с блудницами, тот расточает богатство. То есть ты отдашь таким образом уготованное тебе богатство, богатство нахождения на этом Хошин Мишпате. И тотчас он превозмог свою страсть. То есть Талмуд и огромное количество дальше источников арабской литературы, а я вам уже, кажется, говорил, что одним из замечательным источником прото-мидрыши, еврейских сказок того времени является немало известной «Тысяча и одна ночь». И вот там подобных сцен, если кто-то читал, кажется, восьмитомные, очень красивые издания, практически главную эротическую книгу моей юности, там все было с этими картинками, и такая она была, советское издание, и такое оно было... Маленькие томники. Да, довольно маленькие, восемь томов, невероятно замечательно переведенные, там вечно были какие-то вот эти вот люди, которые, значит, в полустрасти, вдруг, значит, там какой-то муж являлся, и они должны как-то выпрыгивать, и вот они бегают по рынку, там, в описанном состоянии, и так далее. Вот это, этот сюжет не мог стать, не стать объектом, не стать основой для огромного количества арабских сказаний. Но так и иначе во всех этих арабских сказаниях нужна особая причина, как и в Талмуду, как же он удержался от этой страсти. И для этого нужен какой-то огромный противовес. И этим противовесом у этой мужской страсти может быть только другая страсть, любовь к отцу. И вот для того, чтобы эта страсть могла превозмочь, это должна была быть такая любовь, как была любовь у Якова и Иосифа. То есть мы неожиданно поворачиваемся в совершенно другую сторону. Мы поворачиваемся в ту сторону, что да, отцовская любовь привела Иосифа Ковроны к огромным бедам. Но только человек, который вырос в такой любви, в дальнейшем может устоять перед соблазнами. Только человек, у которого есть на кого равняться, есть чьего мнения искать, есть чью любовь терять отец или мать, родители, отцовская, материнская любовь, может его удержать от многих страшных вещей. И это, конечно, абсолютно замечательный совет всем родителям. Нам подробно рассказывали, что не надо выделять своих детей. И вот нам подробно рассказывали, что если вы хотите, чтобы ваши дети смогли быть настоящими людьми, попытайтесь их по-настоящему любить. потому что только любовь к ребенку с детства закладывает в нем основы того человека, который сможет устоять перед соблазнами, перед страстями, перед завистью, перед коростью и так далее. Вот на этом замечательном уроке я свою часть заканчиваю. Если у вас есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо.